вот мы на вершине гамбурга но город такой не для как это сказать для пессимистов короче гамбург дождливый мрачный портовый город забираю тебя кофе чтобы уют у меня был вот а у тебя очень интересные истории уже но у меня такое чувство что мы вчера кстати гуляли по гамбургу и была такая ну более-менее хорошая погода вот сейчас когда стало прям мрачно очень-очень мрачно смотрите соборы такой о прикольно атмосферка сразу начала чувствоваться это как помнишь атмосферкой в гданьске такая была гуляешь вдоль вот этих каналов дождь какой-то моросит такой прикольно прям знаешь как будто один весь город в одну краску сливается такое ты его начнешь и больше а что-то такая каналах она прям черная ну да но когда в окошке смотришь кажется там уютненько так внутри если атмосферка не могу сказать что моё не моё но атмосферка присутствует прикольно ознакомиться можно еще это видел собор какой красивый мы кстати проходили и такой запах здесь разносился на всю площадь оказалось вот эти вот этот ларечек они готовят bigos сейчас для я так понимаю служителей храма вот церкви они говорят мы уже не продаем но на весь прям такое площадь был такой запах вот этой жареной квашеной капусты я не сразу понял такой надгорю натали очень вкусно чем-то пахнет вот а потом натали по-немецки с ними разговорилась рассказываю про bigos пойдем дальше хочу про него рассказывать вон там где тетушки очень уютненько готовят что-то антон учуял запах мы подошли глазеем просто смотрим что там у них на цене как написано женщина начинает нам с нами общаться будет у нас уже ничего нету мы до трех часов работаем а сейчас мы готовим для церкви если хотите я могу вам дать попробовать это было очень мило но ты лет назад повалила сквозь землю убежала в таких ситуациях показала вот видос капусточка еще что-то показала но и что-то как-то мне неловко было напрашивается попробовать это тут кофе оксу пьет в общем они попробовали но очень милый разговор но опять же супер и супер удобно и классно и мило что тут говорят все по-немецки и это приятно то что по-немецки я в принципе все понимаю и меня понимают короче после турции это такое ощущение круто когда ты говоришь с людьми на одном языке обращая тема раньше мне были какие-то комплексы все сейчас я да я счастлива хотя бы чуть-чуть говорить какие там комплексов короче круто могу за тебя порадоваться но похвастаться этим не могу ничего в турции что здесь ну только данки алискляр холёва все будем тогда хэндэхоут мне такой не надо пошли погодка мерзкая надо знаешь чуть-чуть и это не заболеть на согласен о собор начинает играть прикольно заценить это вот офисы люди работают а тут такой вот вид мы далеко друг от друга стоять слышно такие вот стильно было очки такие прикольные и шляпка ну я такое люблю тебя познакомить очень смешно так если спросишь где очки покупал а вот это по моему домик да похоже да ну вот хорошая будет сделаешь мне а а а а а а и а а а а а а и про гамбург кратко это четвертый город нашей поездки по-честному мы уже сильно устали и мы такие вот уже это у нас была флоренция мы когда катались по италии мы просто флоренция великолепно чудесный город не получили никакого удовольствия то что были уже переполнены эмоциями вот подобный город у нас и гамбург видно что он вообще в стиле который не повторяется то есть такая германия тире венеция тире голландия вот портовая вот эти все серые доки такие честно говоря такого серого я не помню нигде но в этом вся атмосфера вот этот кирпичный стиль вот вот эта погода такая здесь действительно балтика тире атлантика переходящие вот супер большой богатый морской порт он всякие соборы видны там вот это готика огромная мы на башню поднимались вчера кстати там я вот снимал тоже это очень много таких абсолютно смешанных эмоций честно говоря это не так как приехал какой-то средневековый городок такой ну красивая старая площадь красивая там радуша церквушки ну как вы знаете есть формула классического европейского городка вот здесь эта формула вообще не проходит ну да есть красивая центральная ратуша но вот вот это все вообще по-другому это интересно так что гуляем прохаживаемся все таки мы поднялись на смотровую площадку, чтобы увидеть серость этого города еще больше. Такой вот вид здесь открывается. Очень красиво. Как твои серые эмоции? Серые эмоции? Смотри сколько кранов вот там. Прям это супер по ходу рабочая судоходная верфь по сей день. Ну я так понимаю и в средние века здесь было все хорошо видишь. Вау собор отсюда виден, смотри тут. Пошли туда смотреть. С промышленной частью все понятно, уже не так интересно. А с классным видом на город я еще полюбовался бы с удовольствием. Да, прикольный отсюда вид. Ой, слушай, здесь и наша готика открывается, на которую мы вчера поднялись. Очень классно. Прямо вот сюда выйти можно? Да, да, да. Ну да, вот туда. Пошли. Ну по версии всего ютуба это одна из лучших смотровых площадок вот на весь Гамбург. Круто и бесплатная. Вау, мне нравится. Вау. Ух ты. Правда классно. Вот эта сторона прям. Классно, все вверхи видно прям. Очень прикольно. Здание заценилось, что вот эти стекла, они такие загнутые, типа здание в виде морской волны. Я очень пытаюсь держать тебя в фокусе, Антош, но он почему-то упорно хочет делать фокус на шпиле, а не на тебя. Ничего не могу поделать, это все айфон, я буду жалобу писать. Ну вот мы на вершине Гамбурга. Мы уже эти шпили со всех сторон рассмотрели. Да, вот как раз они за спиной. Красиво. Да, классно. Ну город такой, не для, как это сказать? Не для тебя? Как называются люди, которые в депрессии? Не для пессимистов, короче. Такой город. Пессимистичный. Выглядит так. Субтитры сделал DimaTorzok. Диана Торзок. Диана Торзок. Диана Торзок. Диана Торзок.